Дорогие друзья, всем привет! С вами вновь Маматов и сегодня я хочу показать вам несколько удивительных техник, позволяющих вам победить несчастного глопника, независимо от того, собрался он просто вам набить морду или он специально готовился и занимался какими-то восточными единоборствами, боями, без правил или чем-то еще. Независимо от этого вы его обороняете благополучно. Как все дело выглядит? Говник собрался у нас бить, стал в бойцовскую стойку. Если речь идет о том, что человек становится в любую стойку со вскинутыми руками, как правило, после этого идет какая реакция? Человек делает 1, 2, 3, вот немножко раскачивается, да, и потом он бьет. Но вначале очень мало кто скинул руки и сразу ударил, таких очень мало. Как правило, у человека идет реакция на три счета внутренних. Бам-бам-бам, надо завестись. А у второго человека реакция посмотреть, что будет. Пока этот трясет руками, а вы хлопаете клювом, вы получаете через 2 секунды свой клюв. Поэтому сразу же, вот как только вы увидели, что человек вскинул руки, смотрите на его лицо. Как только вы увидели, что ваш оппонент вскинул руки, вы должны немедленно действовать. Давай покажемся. Он вскинул руки. Вы наносите удары в особой манере, сразу же свои контратакующие, но не по его телу, потому что он защитится, а по его рукам, который он держит перед собой. Первый удар приходит чуть ближе к вам, от области локтя, зона, которая находится на 4 пальца, ближе к кисти от середины локтевого сгиба. Здесь, если поворачиваешь предплечье, у нас будет что, круглый пронатор, да? Или плечевочевая мышца, как она называется? Вот она у меня, больше выделяется. Пронатор террас, да? Да, да, вот пронатор террас. Зона очень болезненная, вы можете у себя ее нащупать на предплечье, как такой тяжик, который крепится к наружной стороне локтя. Тяж интересен тем, что с какой стороны вы в него не попадаете, получается больно, рука опускается. И сразу после этого у вас получается возможность перейти на следующую зону. Я обещаю не трогать ноги, поэтому ноги я не трогаю. Но вот оппонент согнулся, у вас отличная возможность давить ему по спинке. Я не жил по ноге. Подкрутить, уронить, и здесь вы можете со всей гуманностью, не трогая ноги, которые я обещаю не трогать, взять его или за мизинец, или массировать ему область почки, область солнечного сплетения. Что-то сделать с ним, сделать гражданское добивание. Итак, еще раз. Область круглого пронатора. Вот эта вот область. Попасть сюда, чрезвычайно важно, выделивши одну костяшку. Не стандартно двумя костяшками, как в карате, и не тремя, а одной. Или вот этой вот костяшки мизинца, или костяшки указательного пальца. Это требует особой подготовки кулака. Для этого важно делать те упражнения по накатке, которые я показываю. Иначе вы можете выбить себе руку. Рука работает подобно звеньям бензопилы. Она вот буквально острой гранью прокатывается по предплещу. И после этого у вас получается замечательная возможность начать фигачить гопника. Это первая зона. Есть еще несколько интересных зон, по которым мы работаем в такой же манере. Одну из них мы можем увидеть по замечательной синеве на плече. Бьется туда точно так же костяшками. Вторая зона находится на внутренней стороне предплечья. Вот, например, ручку вырежу вперед. На внутренней стороне предплечья. Здесь не так больно. Здесь просто рука подлетать будет. Здесь не больно. Здесь срабатывает рефлекс. Рука подлетает. Открывается область микиток. Область нижних ребер, которые очень хорошо ломаются. А третья зона находится на плече изнутри. Здесь, пожалуйста, отрабатывайте с деликатностью, потому что даже я бить не буду. Чувствуешь, да? Здесь можно на самом деле сломать плечо. Ударом, направленным ударом отсюда, легким. Ну, как легким. Если вы выбиваете хотя бы 300 килограмм, то можно сломать. Вот таким легким ударом. Плечо. Ба. И после этого оппонент открылся. Да? Что еще вам дает возможность нанесения таких пробивных ударов по руке? Кисть. Посмотрите. Область кисти у человека чрезвычайно чувствительна. Ну? Чрезвычайно. Я покажу. Запястье. И даже костяшки кулака, как ни странно. Казалось бы, мы ими бьем. Но когда мы наносим удар своими костяшками, не по его костяшкам, а вот сюда, зона чувствительна, человечку становится больно. Если же вы владеете техникой рубящих ударов, то перед вами открыты все возможности для снесения защиты компонента и перехода на его атаку. То есть вы можете перерубить человеку бицепс, вы можете выбить руку, я не буду бить, я просто покажу, потому что это воздействие реально опасное. Вы можете выбить руку в лучезапястном суставе, нанося удар по анатомической табакетке, по вот этой зоне, с которой нюхательный табак смухивает. Здесь рука выбивается из сустава, если в такой манере бить. И вы можете вспомнить про ногу, о которой я не обещал, но рукой вы можете нанести удар по трицепс бедра. Это тоже деликатная, очень чувствительная зона. Попробуйте, и вы будете ощущать, что оппонент перестал представлять для вас угрозу, что он реально вашей игрушкой, и вы играете с ним. Но для этого нужно немножко потренироваться. Тренируйтесь, и все получится.